Здравствуйте! И вновь на ваших экранах программа Калейдоскопа. Это значит, что сейчас мы расскажем вам о самых ярких событиях уходящей недели, и вы поймете, что даже в нашем небольшом провинциальном городке порой бывает достаточно интересно. 23 апреля исполнилось ровно 125 лет со дня рождения великого русского композитора Сергея Прокофьева. В связи с этим Рязанская областная филармония выступила организатором целого культурно-просветительского проекта, посвященного великому музыканту. Этот проект включил в себя множество интереснейших мероприятий, на одном из которых побывала и наша съемочная группа. Эта музыка, пожалуй, знакома каждому. Симфоническая сюита палета Ромео Джуньетта Сергея Прокофьева не случайно в эти дни звучит в стенах Рязанской областной филармонии, ведь 23 апреля исполняется 125 лет со дня рождения великого композитора. В связи с этим руководство филармонии в рамках проекта Прокофьева Гала решило устроить довольно необычный арт-перформанс и предложило студентам Рязанского художественного училища нарисовать музыку Прокофьева. Я считаю, что вообще это очень важно, связь искусств, то есть неважно музыка, поэзия, живопись. Я считаю, что должно все это существовать вместе, развиваться вместе, иметь какую-то общую стезю. И вообще этот проект, который придуман, он очень важен. То есть вдохновиться прекрасной музыкой, прекрасным творчеством и попробовать изобразить это, ну уже материально сделать на бумаге, на холсте, что мы сейчас постараемся сделать. Репетиция началась. В зале уже звучит музыка Сергея Прокофьева, а на полотнах юных художников возникают образы. У кого-то тревожные, чуть мрачные, у кого-то романтические. Все-таки Ромео и Джульетта. Коллектив филармонии также не остался в стороне и принял участие в создании монументального полотна, раскрасив его в цвета музыки великого композитора. Солнечно-желтый цвет позитива, ярко-синий цвет гармонии, немного черного, как олицетворение всех сложностей и проблем, с которыми музыка, как и другие виды искусства, помогает нам справиться. Рисовать вообще музыку – это очень увлекательно, потому что любой вид искусства – это прежде всего ощущение и впечатление. Я необыкновенно люблю творчество Сергея Сергеевича, потому что он, прежде всего, у меня ассоциация прямая – Прокофьев, солнце, жизнь. Несмотря даже, когда он пишет о смерти, даже когда он пишет о войне, как в опере «Война и мир», он все равно пишет о жизни. И для меня он поэтому сегодня, как никогда, актуален. Вот своей солнечной музыкой, как будто такое ощущение, как будто он хотел всех примирить, всех напоить солнечным теплом, согреть и рассказать о том, что не пропустите любовь, не пропустите ее удары, потому что только любовь может спасти нас всех. Изначально мероприятие должно было пройти на улице перед главным входом, но погода внесла в ход событий свои коррективы, и действия пришлось перенести внутрь. Так что получилось немного не так, как задумывалось, но по мнению дирижера Рязанского губернаторского симфонического оркестра тоже неплохо. Не надо сетовать сейчас на погоду, потому что у природы не бывает плохой погоды. Не надо сетовать, и поэтому здесь своя прелесть. Есть искусство в стенах филармонии на улице, это было немножко по-другому, но в любом случае хорошо то, что мы сейчас здесь, и ребята услышат вживую не просто исполнение музыки, а как она рождается на репетиции. Это лишь одно из многочисленных мероприятий, запланированных в рамках проекта «Про кофе в гала». Впереди рязанцев ждут удивительные концерты, выставки и даже шахматный турнир. Гамлет, пожалуй, одно из самых известных произведений Уильяма Шекспира. Проблемы, которые обозначил в нем великий английский драматург, актуальны и по сей день. Наверное, именно поэтому режиссеры довольно часто обращаются к этой трагедии, каждый раз находя в ней что-то близкое современному поколению. Вот и Рязанский театр драмы решил представить свою трактовку Гамлета. История постановок трагедии Гамлет, так же, как и самого произведения, насчитывает не одно столетие. Считается, что эта пьеса Шекспира была поставлена в 1600 году, а сам великий драматург сыграл в первой постановке «Тень отца Гамлета». В России же впервые о принце датском услышали лишь в 1750 году. Тогда пьеса была представлена в Санкт-Петербурге на императорской сцене. А вот первым провинциальным городом, в котором поставили Гамлета, стала Рязань. Произошло это в далеком 1840 году. И вот сегодня, спустя 176 лет, на сцене Рязанского театра драмы вновь ставят Гамлета без оглядок на предыдущие постановки. Гамлет – это вообще лидер мирового театра. То есть это пьеса, которую ставят в мировом театре больше всего. Она просто занимает первое место. Но если бы мы во время постановки, во время репетиции об этом думали и пытались бы там себя с кем-то сравнивать, на что-то равняться или чем-то удивить тем, чтобы не как у других, то мы бы, конечно, не сдвинулись вообще никуда. То есть мы об этом не думали бы вообще. Мы были абсолютно открыты и искренне перед этим материалом. И задача была только в том, чтобы максимально правдиво, искренне с нашим чувством сегодняшнего дня рассказать эту историю. По словам Карена Нарсисяна, любой театральный режиссер живет с этой пьесой всегда. Она представляет собой некий театральный абсолют. Ведь огромная часть мировой драматургии в прямом смысле выросла из Гамлета. Гамлетовские мотивы, они существуют и в Чеховской чайке, и где только они существуют, и в драматургии, и в прозе. То есть Гамлет – это часть нашей жизни, Гамлет – это часть вообще театра. Поэтому сказать, что я, знаете, специально бы нашел какой-то определенный замысел – это неправда. Просто я жил с этой пьесой, любил ее, и вот почувствовал, посчитал, что вот сейчас тот момент, когда нужно, можно и нужно за нее взяться. Такая популярность этой пьесы в театральном мире обусловлена прежде всего актуальностью тех проблем, которые затронул в ней Шекспир еще на рубеже 16-17 веков. И все же каждый режиссер пытается по-своему прочитать образы героев, расставить смысловые акценты, удивить зрителя костюмами, декорациями, какими-то особыми приемами. Однако на премьере в Рязани зрители не были шокированы внешними эффектами или отступлениями от текста. Зато они полностью погрузились в атмосферу взаимоотношений шекспировских героев. Если там заниматься какими-то историческими деталями, то, конечно, тогда пьеса сразу же и устарела бы. А прелесть Гамлета в том, что историзм там не имеет вообще никакого значения. Там имеют значение только простые человеческие взаимоотношения. К сожалению, нам не удалось узнать, каково это сыграть Гамлета у Романа Горбачева, который исполнил эту роль. Но, по словам режиссера, актеры довольно спокойно отнеслись к работе с этим непростым, но легендарным материалом. Ну а плоды их работы, конечно же, оценивать зрителю. Ну а теперь поговорим об искусстве осязаемом. Керамика и базик. Вот такое необычное сочетание работ, выполненных в этих техниках, может сегодня увидеть каждый рязанец. Правда, для этого ему придется посетить не музей, а один из банков нашего города. Фонд «Творческое достояние» в лице Раисы Лысениной подготовил для рязанцев настоящий подарок. Выставку двух художников из Коломны. Тамилы Шелест и Анатолия Червякова. Самобытная работа из керамики соседствует здесь с большими яркими полотнами, выполненными в технике батик. Эта древнейшая индонезийская технология декорирования ткани пришла в нашу страну в 20-30-х годах 20-го века. Но если раньше она воспринималась исключительно как способ украшения ткани, то сегодня она превращается в настоящее художественное искусство. И все благодаря работе таких художников, как Тамилы Шелест. Над этой проблемой мы бьемся много лет. У нас в Коломне коллектив художников. Там Михаил Абакумов, Сарагин, Циркин. Известные имена и художники мощные. И живописцы всегда считали батик второстепенным видом искусства. И сейчас многие считают. И вот усилиями сейчас уже многих художников, работающих в этой области, мы батик пытаемся вывести на абсолютно профессиональный уровень. И насколько это удается судить, не мне, конечно, но мы старались, чтобы батик имел именно художественное звучание. Тамила Шелест в технике батик работает со студенческой скамьи. По ее словам, именно эту технику она полюбила за ее многогранность. Ведь батик позволяет применять и живописные, и декоративные, и графические приемы. В своих работах она старается отражать то, что видит вокруг себя. Это и приходящая в город весна, и теплые краски осени, и первое прикосновение матери к новорожденному ребенку. Когда ребенок рождается, первое прикосновение матери к детяти, детяти к матери. Ребенок рождается на свет, это такой очень трогательный момент. И вот ощущения у женщин это непередаваемые. Это вот как будто ангел крылом коснулся. Размер полосен, создаваемых мастером, довольно велик. Но так раскрывается вся красота ткани, а изображаемое становится более значительным. Однако работы Анатолия Червякова не теряются на этом фоне. Наоборот, приковывают внимание своей полаконичностью и глубиной. С керамикой он также, как и Тамила, с батиком связан с юности. Окончил он Абрамцевское художественное училище, которое готовило художников-прикладников. И как-то сразу выбрал в свои излюбленные материалы глину. Анатолий говорит, что для него, как для художника, этот материал оказался благодатным. На нем можно экспериментировать все, что угодно. И в живописном, и в пластическом, в объемных вещах. Самовыражение безграничное. Раз. И второе, конечно, в итоге немаловажный элемент, что сам материал вечный. Кроме механического воздействия, то есть разбить можно вещь, там все. У нас даже от Вавилона осталась керамика. Как и у любого художника, у Анатолия есть несколько любимых приемов. И одним из них является работа с цветными массами. Каждая масса, глина, красная, красно-жгущаяся, фарфор, шамот, имеют разный тон. И когда изображение делаешь этими разными массами, при высоких температурах эти глины везут себя по-разному. Вплоть до того, что красно-жгущаяся масса шлакуется. Я этот брак, обычно в кирпичах, это считается браком. Я этот примен использую как художественный прием, использую в своих работах. И вот верхняя тарелка, допустим, пейзаж с архитектурой, вот эти вот шоколадные пятна, это низко-жгущаяся красная масса. Белые – это фарфор. Еще один прием – это использование восстановительной глазури, благодаря которой окись меди, имеющая зеленоватый цвет, приобретает красивый золотистый оттенок. Именно с использованием этой технологии художник создал инсталляцию под названием «Салют Победы». Я ее посвятил нашей победе в Великой Отечественной войне. Образ, который я решал, это средствами языка декоративного искусства. Вот эта тема поднимается очень важной для нового поколения, для молодежи, потому что крадут у нас победу. И мы обязаны просто всеми силами как бы не сдавать свои позиции и знак уважения к своим предкам, отцам, дедам. Эту тему обязательно освещать и участвовать во всех мероприятиях. По силе возможности. Увидеть работы коломенских художников сегодня могут все рязанцы. Выставка будет работать на втором этаже Превни Шторбанка на протяжении месяца. Ну что ж, это все, что мы хотели вам показать и рассказать. Увидимся ровно через неделю в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова